Два года назад участники АТО инициировали возведение в Харькове монумента защитникам Украины. Местом для установки памятника выбрали центральную аллею сквера возле одноимённой станции метро. В конце мая прошлого года воины заложили на территории будущего монумента капсулу с посланием для потомков. На конкурсе эскизов определили победителя. Памятник будет сделан в виде монолитной колонны. На верхушке установят малый герб Украины трезубец. Это символ, видите, внизу украинский казацкий крест, вооружённые силы Украины символизируют любые их виды. И блоки, из которых состоит колонна, это блоки монолит, созданные из различных областей Украины, которые в том числе с Крымом и с Донбассом. Памятник, он почти память погибших. То есть, можно увидеть сокрытый смысл, это как свеча. После оформления алюминационной подсветки, то есть, будет эффект, как будто в конце этой колонны она замыкается именно золотым горящим огнём. По словам участников АТО, сейчас решается вопрос о выделении земли и идёт поиск спонсорских средств для изготовления монумента. Уже удалось собрать 126 тысяч гривен. Памятник в перспективе планируют дополнить другими элементами – остатками воинских снарядов, а также оснастить QR-кодом. Можно будет с любого смартфона считать информацию, считать ту же самую концепцию, понять, увидеть какие-либо фотографии, какие-либо видео, связанные с ним или с событиями, которые он символизирует. Сегодня в Харьковской области больше 12 тысяч участников АТО. 158 бойцов погибли, 135 имеют статус инвалид войны. Виктория Вашкевич и Дмитрий Герасимов, медиагруппа «Объектив».